Молились? Да. Потому что я говорил, не ходить, если дождь идет. Но когда я пошел в храм, дождя не было. Можно было прийти. Все не рассказал. Уже перестал дождь идти. Можно было. А что такое рваная фарта? Где ты подделай его? Это я пора. Засыпили где-то? За стол. Я не давал. Сейчас снять его, отдай. У нас чтобы такого не было, даже близко. Он не наш даже. Откуда подцепило? Непонятно. Не надо. Вчера чистил. А вот смотрите, вопрос задам я. Тем, кто уезжает. Идет проливная дождь, гроза, потоки. Вы поедете? Нет, не поедете. Поедем. Не проехать. Надо поплыть на лодке будет. Лодку заказывают, понтон. Мы заказали. Так что вы смотрите ваши еды, чтобы они не застряли. Сейчас я скажу. Когда поедете, старайтесь, чтобы одна, хотя одно колесо, левое, правое, шло по траве. Не застрять. А где уже нету, с разгона. Не смотрите, что машина забрызгенная. Если где-то далеко застрянете, просто... А там есть зона, откуда же телефона не слышать? Я уже за вас переживаю, как поедете. Давай. Мы поедем на УАЗе до трассы. Они договорились с Андреем Устиновым, что он довезет до трассы. А там их заберут. Да. Он там на трассе ждать будет? Да. С батюшкой. Другой. Поднимаешь, по деревне идешь и подскользаешься. И он за одним привезет батюшку. С города. Да. Ну, видите, как. Обстановка уже несколько другая. А еще в шубах-то собрались. Подалеко? На север вызвали вас? Нет. А еще так одеться? Ну, это не годится. Кого мне пример-то поставить? Никого нет. Все оделись. Егор. Вот, пожалуйста. Полный рост. Только застегнись. Где не ходите, там грязь упадет. Просто открыть келью нужно и бросить на постель где. Потом возьмете. Значит, объявлений сегодня каких-то не было. Мы разошлись сразу. Какие события сегодня? Во время богослужения... Ну, ласточки-то они не знали. У них вылет из гнезда случился. И они вылетели, трепешатся и не знают, куда сесть. А она подлетает, ласточки, ничего ему не дает есть. Видимо, он показывает. А вот за мной лети. А другая в это время, как в гнезде она была, так он сидит. Около иконы. А она сверху давит. Здесь плохо тебе. Прямо... Я все это заснял. А разговаривает. А снимайте и как? На молитву влияете? На меня никак не влияет. Я молюсь в местах Писания, вспоминаю. То есть я совершенно... На двух-трех каналах работаю. Человек смотрит уже молитва. Как у тебя молитва такая? Шконка кровать. Он лежит вот так голова. Голова его ко мне, а я вот так молюсь. Около двери. Я кланяюсь. А вот это его рот. Он мне дует табак. Все время крик. 70 человек чужих. И молишься. Молишься. Вот ласточки вылетели сегодня. Это у нас уже событие. Чтобы ласточки во время богослужения покидали гнездо. Я первый раз такое видел. Как они залетали. Он не знает куда сесть. Садится стекло и кона. Он скольбит. На другое место перелетает. Из этого можно сделать опыт. Когда вылетать из гнезда. Как. Когда из дома выдают. У русских совершенно неправильно. Вот она девушка. За нее. На нее столько тратят. Вот немецкий журнал вышел. И на весах. Весы. Это знаете. Раньше вот такие весы. Тут чашки такие на цепях. Вас косо тоскинт. Сколько стоит ребенок. И здесь ребенок сидит. Ноги свесил. За цепочку усыпился. А на другую. Монеты там уже падают. Ну возьмите мою дочку. А ей замуж надо. Ей приданное приготовили. Значит кормил, кормил. 16-18 лет. А теперь еще и придачу только забери. Ну а вон еще. Пропурил все по сторонам. Бросил. Ему нужды нету. А мусульман не так. Колым. По-еврейски вено. Иногда вена совершенно необычная. Царь потребовал от Давида 100 края обрезаний. Вы понимаете что это такое? Не обрезанных изящников убить и отрезать у них. Вот у мусульман у них убил. Если враг правое ухо допустим отрезал. И он на веревочку, на ниточку и у него сушеные уши. Он сколько противников убил. И живой то не даст резать. А сколько было? Много. Вот хорошие, богатые люди. Одна девушка стоила табу ношадей. А у другого который бедный. Он назначает ему три мешка муки достаньте. А муки нигде нету. И он с советскими связался. И они ему дают. Ну а те его вычислили. Ты им сообщал. Ну и все. Правильно как? Правильно конечно платить. Яков пришел когда. Когда пришел Илья Азар. Какие он дары давал. И Лавана склонил на свою сторону. И серьги там золотые. Нагрузил ты. Караван целый шел. У русских неправильно. Поэтому так много разводов. Она невеста ничего не стоит. Я говорю а как? А мне больше никогда не жениться. А что не женишься? Колым не могу собрать. Третий год работаю. Отец назначил колым. И у них. Почему? Так. Потому что они вперед не продвигаются. Они остановились на одном месте. А это продвижение у нас получилось кубырком кульбит. Сделали в другом направлении. Девушка ни копейки не стоит. Да разве это правильно? А ты стал бы платить? Ну если жениться надо стал бы. А куда? Он назначил все. Не просто так. А ты у меня работать будешь. Сколько? Семь лет. Да через семь лет еще обманул. Подсунул не ту. Подкинул слеповатую. Это интересно. Хоть бы слово сказал. Кутур только разобрался. С кем спал. Вообще. Умопомрачительная любовь. А утром встал не то. Да как так к нему? А у нас так. Старшую сначала надо выдать. Но если тебе это нравится еще семь лет работы. Не семь дней. Не семь месяцев. А ты уже через полтора месяца. А я уеду. Вот это да. Тебя венчают в церкови Христовой. Показывает как жить надо. Вот это Виталия ты отсюда высаживал. А другой это. А одни вот это да. Вот это урок. А другой да это что жестокость такая. Да Виталий ты беги из этой секты там. Отзывы какие. То есть разные. Те которые понимают они понимают. Высший класс. Сейчас пилотаж был показан. Ты нарушаешь. Остаешься один. Я что с тобой должен делать то. Ну нарушаешь. Все ушли они хочу. Ну допустим администрация закрывается. А я не пойду. Я в кабинете останусь. Тебя что милиция скрутит и вытащат оттуда. Ну в магазин пришел. Магазин закрывает. А я не пойду. Все выйдут. А я приду через час позже то. Да тебе таких говорится шинкарей пинкарей надоют. Ты забудешь где двери. Форточку вылетишь как голубь. А я сделал что. Я тебя выше поднял. Люди не понимают гостиница. Это в подлинном смысле гостиница. Где люди прежде ночуют. Корреспонденты кто там бывает. А другие понимают гостиницу. Я назвал вас гостиницу. Ну вообще ничего нету. Так у нас сегодня прощание будет. Так. После еды. Сейчас где-то занятия будут подготовить. Со мной пойдет Никита. Ко мне туда. Возьми фонарик. Мне надо посмотреть. Под столом у меня книги. Я не вижу подписанные. Какой номер. Достать. Екатерину. У тебя какие мои книги есть? Когда я два года назад приезжала. Иди сюда. Что я вам давал? Нет. Вы не давали мне два года назад. Когда я была на крещении. Игорь Третьяков подарил новый завет. Вот. Светные фотографии? Трех том. Да. Цветные. Для Слова Божьего нетоз. И к истинному православию. Я это и хотел подарить. Ну теперь давай. Если это у тебя есть. А открытым боком ничего нет. Я тебе подарил второй том. Беседовать с сектантами. Спаси Христос. Третий. Как образовывать общину. И четвертый. С какими людьми как беседовать. Настоящая миссионерка. Чтоб ты была. Спаси Христос. Вот. Ну и дальше посмотришь. Вот этому я подарил там. Поэзия. 300 лет за 300 России. 300 поэтов. Что сказал по определенной тематике. Если интересуешься. Да. Интересуюсь. Вот. Ну и там еще кое-что. У вас там есть старая Брятция. Как со старой Брятцем беседовать. Еще один том. Ну вот свернем и. Ладно. Спасибо. Раз это Игорь подарил. Я еще скажу. Ну все равно ведь он брал то. С той же самой полки. Откуда я беру. Вот интересно. Книги. Таким трудом издал. Я вчера говорил. Девять лет я не вылазно сидел. Больше 30 тысяч часов. За компьютером просидел. Уже с какого? С восьмого тома. Это 33 тома. Уже верстал сам. Вот был я романах. И он шрифты. Восемь шрифтов заложены. Я ими пользовался уже. Ну как бы копировал. Переносил. Только другие цифры ставил. Это Бог так делает. В моей жизни часто было так. Человек появляется. Прямо крайне нужный. Он помогает. Все сделал. И как часть ракеты отработала. Уходит. Или делается ближе другом. Или уходит навсегда. А мало того делается во врага. Притом с моей стороны никаких подвижек не было. Никаких. Он делается совершенно другим. То есть ему доверил Бог. Он был. Он помогал. Все дело сделано. И теперь ему только еще раз деваться. Он никаких. Он тогда вдруг очнулся. Что я делаю? Это же я монах. А тут против монаха. Он как играл его. Седьмой, восьмой том. И на этом погорел. Монах. Против монаха. Он не знал. Меня трогать нельзя. Я каждому говорю. Я не свое делаю. И что дальше? Бросил все монашинство. Женился. Я просто ребенка нажил, говорю. А это его уже никто венчать не будет. Никогда. Монахов не венчают. Это уже развратник. Вот и все. Зачем ты лез против? Дворкин на меня вылез два раза. Сейчас его долбает так. Пыль только летит. Зачем ты лез? Ты сам, говорит, напросился козел. Как в этом фильме сказано. Дуэль музыкантов. Я тебя не просил лезьте на меня. Вы помолите, чтобы завтра как думали мы делать. Я переменяю немного. Юбку надеть надо. Узнал сколько чего где требуется. Почему? Трудно просто. Сделаем чуть-чуть по другому. Шпалы поставить. Колбы увести. Смолить. Будем ставить. И сделаем сначала загородку. А здесь, какие они есть сетки. Я посередке положу, где коробка. Чтобы задержать. И начнем сразу носить. Соломой мешать. И чтобы задержать воду. Немножко по другому сделаем. А это мне сильно много не даст. А почему? Я в уме имею ввиду. Если что-то не заладится. Чтобы этот короб был целый. Я в момент его размонтирую и пущу в воду. Если будет где-то прорыв. То есть надо все-таки думать. Как отступать. Пути отступления всегда полезно держать. Я думаю и думаю. Вчера лег спать и до утра не мог уснуть. Никогда так не болело. Рука как будто я переломил ее. Вся. Вот так повернуть. Особенно палец. Куда не положу. На грудь. Горит огнем. Ну что сделать. Не так и не мог. И утром встал еще. Что случилось. Вот левая у меня тут вывертка. Там мне КГБ крутили. Когда я уже 50 лет с этим мучаюсь. Но правая у меня нормально была. А тут не могу поднять. Думал, думал. Да. Да. Виноват то Володя. Владимир Александрович. А он сейчас не знает. А как я виноват. А тем что захватил все должности. Я пекарь. Кто пойдет топить баню. Я как всегда. Я. А там. Шланга не достает. Ведра полные. Надо поднимать в котел. И я брал на выворот руку. Вот так вот. Хочу не хочу. А все таки годы сказываются. И мне вот этот выворот. Который я выливал там. Ведер восемь то. Мне хватило. Чтобы. Вот я помню. Как задушку держал. О. Задушку держал. И проще это. И я ее вывернул. Я сейчас совсем не могу работать. Поэтому. Надеюсь. Только на милость Божию. Через вас Господь сделает. Теперь вся сила будет брошена сюда. Вина. Пускай Вика юбку ей оденет. Ноги искусали. Ну-ка иди. Надень. Иди надень. Иди. Иди надень. А что они надели сразу-то? Как будто в штанишках. А куда юбка-то делают? Ну вот все у меня. Вот сколько они приедут. Тогда мы будем колать. И будете по десять раз бить полок. Иди сюда. Что случилось? Был сегодня такой случай. Я. У меня Егор отобрал закладку. Так. Подожди. Егор отобрал. Иди сюда. Обвинение. Дальше. Какая закладка? Бумажная? Да. Так. Потом. Я попросил его отдать. Так. Он сказал нет. Так. Так было? Да. То есть. Отнял. А если это было бы сто долларов. Тоже отнял. Да кого нет то? Если на закладку пожарился. А сто-то рублей сто долларов то вообще бы ты отнял. То ты же не правду говоришь. А закладке никакой выгоды. А на сто-то долларов ты мог купить сколько жвачки? Жевал бы и жевал ее. Дальше. Потом он ее снял и выкинул. Взял и выкинул? Снял. Снял что? Снял. Снял. И выкинул. И выкинул. Так было? Это злодейство человеке. Там бросить. Тут камень. Тебе это надо? Ты не молчи. Отмечай головой. Не крути. Зачем ты это сделал? Потому что он делал. А? Потому что он делал плохие вещи. Я не делал плохие тебе вещи. Не понял. Какое отношение его закладка к тебе имеет? Чужую? Она тебе не нужна оказалась. Я сейчас... Он говорит, а я думаю, я сейчас приведу и дам ему закладок несколько. Оказывается, что я буду давать-то? Я не дослушал до конца. А ее измел да выкинул. Ты что, опупел совсем? Ну зачем ты это сделал? Скажи, она мешала тебе закладка? Тебе закладку надо для ремня хорошего офицерского. Драть так, чтобы тебе штаны-то прилипли к заднице. В борозды эти. Скажи отцу сколько раз сказал, чтобы обязательно отодрал. А там боятся. Там отнимут. И там тебе дадут такую трепку уже будут давать. Вот так щелкать будешь. Русские приехали, когда... Ну пошли там. А там тюрьма такая сделана для малолеток, которые не осуждены. Родители приходят, совершенный балбес растет. Не слушается. Ну на сколько-то? На три месяца. Ну и русский пришел и раз говорит, как тебя зовут? Он так-так. Сэр Джон зовут. Так. А почему ты попал? Потому что я балбес, сэр. Почему балбес? Отца с матерью не слушался, сэр. И опять, говорит, поднял ногу и хлопнул каблуки. Скажет, фашистский лагерь какой-то. Америка. Свободолюбивая Америка. Тебя надо вот в эту тюрьму сдать на три месяца. Чтоб ты научился щелкать не зубами на ближнего, а каблуками. И каждому говорил сэр. Придумай какое наказание себе. У меня нет... Отпустили его с веревочкой, он опять безобразничает. Посадить на веревочку его. Его все время держать как на цепи надо. Бродящая собака всех кусает. А когда привязана, она не кусает. Он не может не ответить ничего. Это одержимость бесовская. Сделать зло. Ни разу, нигде не пришел на помощь никому. Тебя Господь будет бить, наказывать. Я вас не трогаю. Потому что вы такие, что у вас зловоние одно идет. Давай. Я не могу сказать, что он никогда не пришел на помощь никому. Он всегда подходит к нам в кухне и спрашивает, что помочь. Так что ребенок не... Да, Егор, ребенок не безнадежный. Ну я знаю, ребятишки ни один нигде еще не говорят. А на кухне это дело другое там. Чем объяснить это? Там помогаешь, а этого давишь. Матери помогаешь, а ее сына гробишь. Зачем? Он не понимает, потому что он не бит. И больше ничего нельзя. Вы выясните, что делал Тарас. Это тоже немаловажно. Потом я сел на лавку. Он на меня сел. На тебя сел? Еще сел медведь. Воробья давит. Да еще в задницу. А на тебя слон выйдет. Он такой, дядя Володя. Он тебя сверху довонет. И из тебя потечет жижа на три дня в воне. Надо тебе это? Ну надо. Ну зачем из тебя это все вылазит-то? Ты неверующий. Если бы ты хоть маленько верил, ты понимал, что ты перед Богом. На тебе будет другой пахать сидеть. У Бога написано так, говорит, что человек сеет, то и пожнет. Сеющий ветер пожнет бурю. Ты не понимаешь, что это твоя будущая жизнь. Если ты, конечно, жить будешь. Но, судя по всему, твоя жизнь очень короткая будет. Это злодейство Бог просто отрежет нити и все. Утром встанут, лежит труп. Дальше. Потом я его укусил, чтобы он с меня слез. А почему укусил? Чтобы слез, да? А по-другому ты не мог вырваться? Нет, конечно. Самая сильная мышца. Понятно? Вот с этим Егорем одно горе. А ты же говорил, что он тоже что-то делал. Ты его начал. Да, я его укусил. Нет, а перед этим? Он укусил тебя. Перед этим? Я больше ничего не делал перед этим. Ну, кусаться, если будете. Ну и мой выхода не было. Вылезти из-под него-то. Тут уж он и не понимал. Он задыхался. Сколько у тебя килограмм весом? У меня? Я не помню. Не знаешь? Я не помню. А у тебя? С чем-то что ли? Ну, я не знаю. Весы-то у нас отсутствуют такие. Нигде нету. Так, придумай наказание. Ну, придумай наказание какое. Увриев, например, так. Человек совершил какое-то такое преступление. Херем называется. Он должен лечь вот так. Как порог. И лечь около порога. И через него каждый, говорит, шагает и... Фу! Собака. Родилась падаль такая. Наш еврейский народ позорит. Фу! Любая бабка идет. Фу! Паразит окаянный. Он через это должен пройти. Правильно? Правильно. Я не видел, читал про это. Херем еврейский. Вот что-то стоит. А у нас ничего не стоит. Ты сам придумай. Надо, чтобы ты лег, и все на тебя сидели. На скамейку он ляжет, чтобы все на тебя посидели. Каждый разрешается посидеть на тебя одну минуту. Ты сам-то придумай адекватное, как-то равнозначное наказание. Сам попроси, чтобы ребятишки, когда взрослые не видят, чтобы не отвечать за тебя, дурни. Я лягу, на меня посидите вдвоем. Ну, на тебя надо два-три сразу садиться-то. Ты крепкий парень. Чтобы все увидели. Эээ, это плохо дело кончится. А ты сейчас заботишься, ухватился за заднее место, чтобы тебя не наказали только. У меня вся крапива целая нынче стоит. Ну? Я сказал 20 горячих. А? Я сказал 20 горячих. Я сказал 20 горячих. Да. Попадает грязь туда. Что ты сделал? Не знаю. Да ничего. Хотя бы заклейте каким-то. Очистить маленько. Лейкопластырем. Скотчем заклеить. У него же грязь там в сапогах. Ну все, за стол. Вот она. О-о-о. Знаете техники? А вы сегодня находите? Да. Он меня ударил по животу. Ух. Подожди. Подожди. Ударил по животу? Было это? Да. Он меня кусал. Ну а что делать с тобой, когда ты сидишь на нем? Тебя кусал. Тебя это безразлично. А у него был пистолет, он тебя в пузо выстрелил. Это же оборона. Он его еще и... Ты вообще ошалелый. Вон там, как на скамейке стой. Я-то не ради воскресенья. Ты это сделал так. Зачем? Вернись назад. Зачем ты сейчас сделал это? Она стоит. И ты подошел в грязь. И вот так бьешь в грязь вон куда летит. Вон куда грязь летит. Зачем ты это сделал? Я спрашиваю зачем? Опусти это блатной воротник-то. Опусти его. Зачем ты это делал сейчас? Какое поколение идиотское. Она стоит. Вот лужа. Ты бьешь и на куда летит грязь. Ты вон до куда долетел. Больше метра. И она стоит не видит. Он продолжает дальше долбить. С этим еще не разобрался. Второй такой же. В алтаре прислуживают. Вас в храм пускать покосников нельзя. Алтарники вшивые. Такую грязь сказал обойди. Он нашел грязь теперь чтоб другой был в грязи. Объяснений никакого нет. Просто злодеи растут. А какой-нибудь там охламон сейчас увидит. Ой как с ним грубо разговаривали. Почему? Потому что он вырос уже. Отсидел не один срок. И он заступается за нас. Обходите грязь. Сонечка. Иди сюда. Сонечка. Иди ко мне. Сонечка. Сонечка. Иди ко мне. Скорее. Мне же на раздачу нужно идти. Ноги оботрюта. Вас пробудут. Ты научился ценить. Вон какая красавица. В следующий раз поменять. Для маленьких. Дежурная стоит. И вот здесь. Братья и другими. Так сели. Ничего. Попробуйте. Руки под столом не держите будете видеть. Господи Иисусе и принцессы Божьей. Помилуй нас. Аминь. По славу Божьей. Тосуй конечно. Как-то надо писать. Чтобы вы никогда не делали. Я гибелью сегодня. Завтра пришла и гибелью. Они еще думают приходить или нет. Я знаете что. Может быть Володя с Никитой будут кашеварить. Они не могут прийти. Сейчас мы шли дорогой с ними разговаривали. Почему не могут? Ну это не знаю. Я поговорю. Давай. Я сказал. Я поговорю. Не нужно что официально отказались. А так через кого-то. Чтобы идти пить. Ну ладно. Ну что. Чай какой-нибудь. С молоком? Комфот. Больше ничего не надо. Если сметаны будет ложки полторы. Я возьму. Так. Ну что. Давайте. Еще есть. Я разговаривал. Когда вот такие вот судят. Которые. А ты бы что стал с ним делать? Еще я могу с ним делать. Ну вот и вопрос. Любое мое решение будет оспариваться. Но любое мое решение заставляет его задуматься. К изменению ведет. От людей, которые разбираются. Вот они видят. Они живут здесь. Профессора. Психологи. Представят. Такие звания. Ну скажите. А где вы этому учились? Да нигде. Я просто молился и все. Какое ему наказание? Вот этот грязь был. Вот я начал три раза обижать. И ноги вытереть об траву. Чтобы был чистый. Грязь. Я его очищаю. У него много лишней силы. Ему есть не надо. Я воскресенье то не наказываю. Ну все. Даже это наказание нельзя назвать. Просто я обороняюсь от тебя. Let's go. Взять на веревочку. Вот такое дело. Судить проще. У нас погону не принято носить. Судить. Нормально, Николаевич? Вогоны не приняты. Обрежь их. Они не нужны вот. Судить. 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 А вот сюда. Судить. 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 Вот так что угодно.